Каждый год именно в это время наш город и даже всю республику охватывает волна эпидемии гриппа и простуды. Во всех школах объявляется карантин. Из-за чего это распространяется и как с этим бороться? Для того, чтобы это узнать, я приехала в детский медицинский центр. Грипп – это тяжелое инфекционное заболевание, которое может поражать людей любого возраста. Грипп был известен очень давно, еще с античных времен. Особенно стремительно он развивался еще в 20 веке. Тогда от болезни умирали миллионы людей. К счастью, в наши дни медицина не стоит на месте и статистика не так печальна, как это было целый век назад. Но все же не стоит забывать об опасности этой болезни и делать все, чтобы ее предотвратить. Как вы заметили, за последние 3-5 лет заболеваемость гриппом повышается определенно в январе-феврале текущих лет. И скорее всего мы связываем это с тем, что в это время у нас дети находятся в большую часть помещениях. Дети посещают школы, посещают детские дошкольные учреждения и, соответственно, ограничены в движении пребывания на свежем воздухе. Зимой очень трудно ребенку у нас погулять на улице, подышать свежим воздухом. И поэтому циркуляция вируса, она, конечно, становится более опасной вот в организованных коллективах. Оказалось, что существуют различные мифы о гриппе. Елена Геннадьевна поможет нам узнать, что из этого правда, а что заблуждение. Конечно, истина в этом есть, что на улице заразиться шансов меньше, потому что все-таки при низких температурах сами вирусы, они погибают. Ну нет, скорее всего, это заблуждение, потому что, скорее всего, это совпало. Ребенок, может быть, накануне с кем-то проконтактировал, но явления заболевания проявились чуть позже. Нет, конечно, грипп – это одна из таких вирусных инфекций, из таких заболеваний, которые дают очень сильные осложнения. Причем эти осложнения могут иметь не только ранние последствия, но и отдаленные последствия, которые через несколько лет могут принести ощутимые уже осложнения. Ну, считается, что чеснок, он обладает фитоцидными действиями, но не до такой степени, что он может, конечно же, погубить вирус в циркулирующем воздухе. Контрольное применение этих противовирусных препаратов, оно может не только, не то чтобы усугубить, оно может ухудшить состояние ребенка. И обязательно при появлении первых симптомов сразу нужно обратиться к врачу, потому что дети, они не могут локализовать боль, не могут сказать, что у них конкретно болит, и только опытный специалист может определить своевременность, тактику и лечение назначить правильное, своевременное. Побольше витаминов детям давать, фрукты, овощи, проводить профилактические мероприятия в подъем, повышение заболеваемости вирусными инфекциями. Вот сейчас это ежедневные влажные уборки, проветривание помещения, соблюдение режима дня, что очень важно для растущего организма. Мыть ее рук обязательно, мыть ее рук как можно чаще. Самое главное избегать контакта с больными людьми и избегать посещения массовых мероприятий. Нежелательно детей водить на спортивные какие-то секции. Используя наши советы, я очень надеюсь, что вы легко перенесете время карантина. Ну, Айрхан, что ты хочешь нам пожелать? Не болейте! Молодец! Ну, а на этом у нас все. Всем пока!